но дело не про там будем покраской заниматься вот несколько цветов у нас лет задал кисточкой кабинетики вот такие гладенькие прям орех нет не орех думаю мэйпл клён раскудрявый вот видишь это он попробовал уже с полосочками все будет убираться и вот так складывает это все поэтому формировать будем и задувать ночью настал час покраски теперь мы будем выбирать оборудование чем красить вот такие есть хорошие кабинеты дорогущий положили на паркет под кабинеты глубоко не пошли там тайл остался вот первичем и досочки сюда поставим это будет выглядеть примерно вот так их подрежу маленько а к ним уже поставим вот эту панель панельку поставил панелька она не подрезанная пол у нас поднялся она сюда не войдет но я как бы приложу сейчас я пойду на фейбле пропущу надо вот не лезет поверху отрежем и сюда поставим будет красиво сначала откручиваю маленькие шурупы потом снимаю дверь и маркирую здесь вообще-то дрель очень большая поэтому тяжело работать ей есть поменьше размером более приятные вариации естественно снимаем ручку я беру маркер и в петле петелечки так маркирую что это 8 номер могу продублировать средний петли сделать небольшой у нас проект сколько-то 20 дверей разного размера крашу я валиком и кисточкой решил так использую качественный очень правильно вот такой в общем 60 долларов где-то стоит везде он прилипает любому даже на тайл на плитку можно его клеить мазать все получится здесь я хотел эти филиночки косички проходить спреевом в принципе нет необходимости сейчас покажу как у нас все это идет я сначала вот у меня обычная ванночка ночью кисточку и прохожу эти самые филиночки прям жирненько так вот так вот их прохожу чтобы затекала все уголки во все неизвестные места ну где-то щели видите нас щелочка здесь образовался эту щелочку уже не закроет наша краска надо и вот здесь у меня большая щель ничего страшного сейчас у нас праймер или грунтовка будет звучать так потом мы вот эти вот тоже тонко в принципе здесь я делаю тонко почему потому что я не хочу забывать эти косички жирно поэтому я так вот когда полусухой кисточкой чуть-чуть их прохожу но еще можно вот так сделать чтобы краска зашла поглубже так и вот так вот я все темные места надо пройти и так тих 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 хорошо что у нас есть место где это делать потому что мастерская будет неслыханно дорожовать ну в принципе ребята я буду пробовать наверно спреем но травмировать праймер работать я хочу конечно так сделать вот чтобы у нас темные места остались минимально уже потом краской мы их выровняем так дальше чуть-чуть я беру красочки на валик и вот эта середина середина должна быть у нас равномерно раскатана потому что как бы это лицевая часть на резиночке потом вот эти вот все места для то что кисточкой намазал эти валик может где-то не подойдет кистью подошел хорошо вот этот торчик мы пройдем вот так называемый браш маркс полосочки от кисточки мы их убираем валиком топчики вот так вот видите полосочки было в принципе они так и так зальются вот но все равно их надо убирать будет более элегантно как бы будет выглядеть а будто мы спреем его наносили забывали конечно имею некоторые некоторые аппараты для спреевого покрытия здесь у нас кисточка не подошла можно валиком аккуратненько сделать все в принципе вот так потом у нас все это подравняется уже краска и будет классный финиш такой вот на таких полевых походных условиях раскладываем несколько часов я думаю после обеда мы уже будем красить лицевую сторону я думаю занимает такую кухню где-то четыре дня покрасить запроймировал я вот это дверь с ней говоря все их там 20 штук но обнаружились вот эти вот щели мелкие на светлой краски будет очень видно поэтому я решил положить сюда немножко пушкинга выглядит это будет вот так тоненький такой заход да вот здесь вот еще у нас подсохла теперь идет у нас покраска кисточка кисточкой я забиваю вот эти вот вещи потому что нам надо его прокрасить но но зашло вот сюда глубоко покрасила кусочек так потом идет у нас вот это вот как бы заливка 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 и вот этот кусочек я тоже прокрашиваю потому что валик сюда в эту бороду не заходит берем работаем валиком валик у меня здесь под рукой раскатываем я делаю сначала поперечные то есть поперечный и вот везде убираю полосочки вот кисточек поперечный и потом мы еще вдоль пройдем чтобы оно было равномерно скатываем и где смотрим у нас чуть-чуточки нам подработать эти вот закрыть места здесь вот например здесь и последнее это торцы потому что у нас возможны подтеки бывают чтобы не было подтеков финишный слой подготавливаем 220 . сейчас мы ее немножко вот так переложим и ломаем даже не так а вот так сейчас я отмерю чтобы она у нас размер осталось вот сломался кусочек ровненько и отрежу здесь все равняк тогда у нас для вот этой машинки еще останется на 1 и 2 на эту плоскость посмотрю какой у нас здесь размер стоит а нет это стоп стоп под последний слой не годится берем так вот и складываем вот и как бы поволокнуть немножко зацарапываем то же самое здесь вот здесь буквально в легкую без фанатизма у нас есть специальный компрессор вот так не это все ветром сдуваем ветер у нас фильм просто валиком уже кисточкой я больше не буду делать и вот это вот здесь я буду оба и будет крепко ровно красим фреймы вот кисточкой прохожу какие-то сложные места захожу углы это кисточкой а потом валиком подравниваю это все примерно вот так мы стену тоже красим потому что хозяин заказчик велел покрасить поэтому желание заказчика закон мы немножко валиком вот так текстуру подравняем и будет видно как будто мы спреевый финиш у нас автомобиль конечно не приспособлен для строительных перевозок но все выглядит очень удобно он все кабинеты чуть-чуть запыленные протрем несколько слоев уложены это все эти чик 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 бумажками тряпочками перевожено все вот целая кухня поместилось и еще можно две сюда поместить этого выезжаем заказчика на установку ламинатик положили красивенько кабинет то же самое рефиниш сделаны и покрасили хорошим праймером это пластиковый кабинет но на самом деле такой ровненько получилось вот но эти естественно гордость чемпиона блин такие вот у нас пусть и ну получается шо где-то роликом где-то спреем где-то как-то не проблему вот эти вот было прокрасить все вот эти пришлось каши это здесь и валиком и кокингом подровнять ну так эти кабинеты красивые получились вопросов нет вот такой вот у нас вариант вот